Микс Ньюс Доброе утро! И это личное утро на Радио Болтком. Программу сегодня ведут Ольга Авдевич. Здравствуйте, доброе утро! Я Рита Трошкина. И в студии у нас сегодня гостья. Известный врач, доктор наук, Алена Буткевича. Мы сейчас вам расскажем о ней. Можно очень много говорить, но мы попросим ее рассказать лучше о себе. Она только что прилетела из Америки, где она живет и работает в Латвии. И по очень приятным поводам. Напоминаем, что телефоны прямого эфира 672-12-939, 672-13-939. Вы можете позвонить, если дозвонитесь. И у вас будут вопросы. Мы с удовольствием вас выслушаем. Чтобы очертить круг вопросов, о чем можно спрашивать нашу гостю, мы должны сказать, что Алена имеет награду как лучший врач десятилетия? Есть у нее такая. Она дочь знаменитого, любимого очень в Латвии, вообще на территории всего постсоветского пространства, актера Паула Буткевича. Она сделала революционное открытие в медицине. И стала консультантом Организации Объединенных Наций, на минуточку, по проблемам престарелых, по проблемам возрастных. Вот это очень интересная тема многим будет. И самое главное, что эта молодая красивая женщина была выдвинута кандидатом в президенты Латвии на нынешних выборах, которые прошли. Так что, пожалуйста, вот вам. Доброе утро, во-первых. Доброе, красивое утро, предпраздничное, надвигаются самые красивые праздники. Так что, я думаю, это красивое время года. И будем говорить только о красивом. И то, что нам радует наше сердце и наши души. Если мне надо себя представлять, то я как бы не могу... Очень трудно себя определить в одном смысле. Потому что, с одной стороны... Потому что вы разнообразны. Да, потому что очень много разнообразий в моей жизни. Мне всегда хотелось быть женой с четырьмя детьми и не работать, и не учиться. Но есть, наверное, судьба, и всё это превратилось иначе. И, как вы уже говорили, я сижу на нескольких креслах одновременно. Я не знаю, как мне это удаётся. Мне совершенно нет ни малейшего представления, как это удаётся. Но как-то удаётся. Есть практика в Риге, она 29 лет. Так что, это мой дом, это мои корни, это моя работа, это моё вдохновение. Допустим, вчера мы закончили прекрасную благотворительную работу для женщины, которая не могла себе позволить улыбнуться. То есть, то, что мы вчера видели, у неё теперь улыбка, как я сказала, навсегда. Голливудская. Да, да. Очень хорошо получилось. Идея. Давайте уточним. Это был проект благотворительный вместе с жастеристом Жанной Дубской. Мне нравится благотворительность. Я считаю, что каждый человек, который работает и который должен какую-то часть, раньше была десятая часть, мы церкви отдавали, я считаю, что есть какая-то часть, которая мы можем, и нам даже надо делать благотворительность. Потому что, в принципе, дарить, в моём случае, дарить улыбки – это прекрасно. Это потому что вы руководите медицинским центром. Да. Стоматологическим. Да, я, да. Алены Буткиевича называются. Да, и я считаю, что я могу какие-то дни своей работы просто посвятить бесплатной работе благотворительность человека, который бы не мог себе этого позволить. И я считаю, что это мне приносит радость. Это вдохновение, радость. То есть сделать метаморфозу в течение дня. Ну, в общем, метаморфоза получилась очень удачно. Это за день сельской жительницы ДАЦИ, насколько я понимаю, была сделана просто новая улыбка. Абсолютно, да. И у нас есть маленькие секреты. Да, не надо спрашивать, потому что у каждой профессии есть свои секреты. Мы эти секреты как держим у себя, как у каждого профессионала. Мы это не… делаем только в таких случаях. Или это свадьба, или надо идти знакомиться с тещей, что может быть еще важнее. Да, или надо улыбаться на выпускном, улыбаться внукам. Это очень важно. Алена, а можно спросить тогда такой вопрос? Вот ДАЦИ, которая, когда она увидела эту свою новую улыбку, которую, может быть, не ожидала даже сама, какая у нее реакция была? Ну, целовала, плакала. То есть рада. А у вас какая реакция была? На ее реакцию. Да, в принципе, та же. То есть это самое большое спасибо. Это спасибо того, что человек, ты видишь, как она пришла и как она выглядела вчера. Я уже хотела выглядеть так, как она выглядела. Она просто была… Она была поразительно красива. Совершенно измененный человек. И это было… То есть ей полностью облик изменили? Вы занимались улыбкой? Дело в том, что как она… Она не могла… Она улыбалась только закрытыми губами. Не может человек быть красивый, когда губы закрыты, значит, и вся мимика лица меняет, становится грустной, да, или, ну, даже неприятной, скажем, в каком-то смысле, да. И глаза. Они не могут улыбаться, если губы не улыбаются. То есть у нас все черты лица работают одновременно, все мускулы, да. И как она улыбнулась, глаза рассияли, да. Другой человек. И как ее муж сказал, который был рядом с ней, как ее муж сказал, она через день стала совершенно другим, намного легче человеком, да. Вот смотрите, да. Это то, что муж сказал. Можно изменить и жизнь, наверное, человека даже в какой-то степени, да. То есть человек… То есть муж сказал, что она стала значительно самоувереннее. Это на второй день только, да. И что еще? Все впереди. Вы приехали, вы же постоянно в Америке живете. Ну, большей частью живу в Америке, потому что, конечно, больше всего работы на данный момент у меня в Америке. Вот вы приехали и какое-то маленькое чудо уже успели сделать. Спасибо, да. Ну, понимаете, надо… Нельзя только работать, надо что-то и для себя, как-то какое-то маленькое чудо. Хотя это тоже и работа, но это… Ну, как-то… А что вас радует? Вот ваше лично. Все? Да. Вот меня радует все. Вот меня радует чистая постель на кровати, хорошее кофе утром, меня радуют улыбки, меня радует свежий воздух, меня радует природа, меня радует искусство, меня радует факт, что я могу ходить, что я могу двигаться, что я могу танцевать, что меня радует прекрасные разговоры с людьми, да, то есть друзья радуют, конечно, вот философия. А от чего это зависит, вот такой настрой? От чего? С этим рождаешься или… Нет, нет, это работа. Это работа, потому что, конечно, и школа, и мы, ну, как бы, мне 53, так что я прошла Советский Союз, да, детство такое, ну, как нам, конечно, мозги промыли хорошо, и, конечно, у нас есть свои недостатки, и мы боимся авторитетов, и так далее, и так далее, и… То есть нас не учили предпринимательству, или таким, да, то есть это мы всё учились уже по жизни в старшем возрасте. Меня, для меня самым большим авторитетом на данный момент является философия Китая, да, это Тао, да, это путь, да, это каждый день, то есть, хотя я и есть по образованию католик с детства, да, то я не отрицаю своего принадлежности, как меня бабушка воспитывала, но китайские философии, ну, так как… Древнейшие. Ну, да, всё-таки 10 тысяч лет, ну, ни взять, ни отнять, да, то есть это очень много, это очень много лет, да. Ну, какие-то вещи, которые вот очень созвучны и близки, вот как бы Вы сформулировали, что Вам там нравится? Понимаете, чем разница, Тао, значит, Тао – это путь, да, во всех религиях это путь, но в крестьянстве очень много, что ты виновен, ты виновен, ты виновен, ты виновен, и ты виновен, да, то есть ты всегда чувствуешь себя в грешниках, ты всегда себя чувствуешь грешным и виноватым, да, в Тао, да, каждое утро – это новая жизнь, да, и то есть ты должен себе уметь простить сам и больше не повторять этих ошибок, но ты сам с этим должен разобраться, да, ты не должен ждать, что тебе кто-то простит, ты сам с собой должен разобраться. Если ты можешь сам с собой разобраться и не нести вчерашний день в следующий день, да, то, конечно, сон будет намного лучше и значительно меньше, значительно меньше травмы, да, когда еще утром просыпаешься и ссоришься с кем-то с прошлого дня, то есть это все это продолжаешь, все это продолжаешь, да, в голове, и это, в принципе, в принципе, это все время себя ловишь на мысли, пока не привыкаешь к тому, что все оставь это в покое, да, там уже ничего с этим, после драка кулак и не машут, скажем так, по-русски, да. Иди дальше. И знаешь что, иди дальше, иди подыши воздухом, посмотри на что-то хорошее, съешь что-то вкусное, да, в Латвии столько всего вкусного. То есть у нас... Возьми, сбегай, да, Аболу, пиракс, или, да, и вот. У нас программа называется «Личное утро», то есть получается, что у вас каждый день, ваше личное утро начинается как новая жизнь. Да. Вот вы к нам сегодня пришли, и сразу же, что вы сделали? Вы позвонили папе. Да. Да. И побеседовали с папой. А папа у нас знаменитый актер, Павел Буткевич. Да. Вы все его помните, это хрестоматийная, классическая его роль, это связной, Алекс Юстасу, в сериале про Штирлица, вот этот связной, который в последнем кадре, значит, вот Штирлиц его видит, а к Штирлицу пристает эта тетя, которая, значит, вообще Павел Буткевич снялся в 63 фильмах. В 163 фильмах, да, прошу прощения, и в том числе и «Сильные духом», и «Гардемарины вперед», и еще какие-то… Ну, конечно, незаконченный ужас, он нехороший, потому что «Когда и девы родились», это классика моего времени, потому что, когда меня спрашивали на «Зморе», «Когда и девы родились», мальчики, да, я думаю, «Нет, только нет, это же мой папа», да, то есть, вот у вас какого-то… Алена, а сейчас где? Расскажите про папу. Про папу? Прапа – мой лучший друг, мы с папой разговариваем по телефону каждый день, да, ну, так как он курил с 4 класса, конечно, здоровье чуть-чуть подхрамывает, но ему будет уже 80 лет. Ну, папа, папа тоже живет, хотя он не думает, много там Китая или не Китай, но, в принципе, он тоже вот живет вот этим, да, что каждый день другое, и, как он уже вам сказал, пятница лучше, пятница будет сегодня лучше, чем в четверг, да, Это, кстати, зовут очень философский. Да, он очень философского понятия, и, в принципе, наши разговоры не идут о том, где взять колбасу, ну, то есть, в таком смысле, потому что пенсия у него очень-очень маленькая, да, и хотя он снялся и столько песен спел, да, у нас нету для него фонда в Латвии, так что, слава Богу, я работаю, но дело, мы с папой говорим о философии, да, и это нас вот поддерживает, то, что мы не говорим только о том, что вот, где что дешевле купить, или как что, да, где что болит, да, у всех все болит, у всех есть свои проблемы, да, но если постоять выше этого и говорить чисто философски, и что, какой день лучше, да, и ни о чем волноваться, и ни о чем волноваться, и где жить, для чего, и в чем суть, да, и как себе постоять, когда ты уже закончил такую карьеру большую, да, когда ты не снимаешься на трех фильмах сразу, как жить в таком, как бы сказать, очень востребованном актиуме, да, то есть это большая разница, то есть и вот об этом идет речь, и мы каждый день, у нас есть что-то новое, о чем говорить. Интересный очень факт, что в прошлом году на Аканском фестивале была проведена, была ретроспектива фильмов в программе «Мировая киноклассика», и там наряду с фильмами Бергмана и вообще Корифеев всех, да, был показан и латвийский фильм, ну в смысле он тогда вот с 67-го года, да, это фильм «Четри балты крекла», да, где лицо фильма это Павел Буткевич. И папа был на лодушке, да, и он не был приглашен латвийским союзским союзским, да, он не был приглашен на Канны, я узнала, что вот папа у нас на вывозке, и этот фильм на Каннах, и причем все песни пел папа, да, до сих пор эти песни звучат. А почему? Как так получилось? Ну, вы знаете, это надо, наверное, спрашивать у них, да, в чем это. Я говорю, папа, знаешь что, я разворачиваюсь из Америки, поехали в Канны, да, то есть ты заслужил... Отвезу сама. Да, отвезу сама, и поедем, и один раз пройдемся по этому красному, пройдемся по красному дорогу, и ты это заслужил, да, и этот фильм был закрыт столько лет, и все равно эти песни всегда пели, и я еду в машине в Латвии, и слышу голос своего отца, и, конечно, я плачу, еду в машине, потому что, ну, и слышишь своего отца всюду, да, всю жизнь, и я, ну, папа загордился, он говорит, ну, как это будет латышская делегация, ужасно обиделся, ужасно обиделся. это правда как-то несправедливо. очень несправедливо, ну, постоянно я сказала, ну, какая у тебя разница, что они думают, в конечном, если они не так думают, если они считают, что надо взять молодых мальчиков, которые могут как-то исполнять песню, когда есть живой певец, ну, наверное, подумать, кто решает эти вопросы. Ну, вы знаете, он вошел в историю, давайте так, он вошел в историю, и этот факт. просто дело в том, что он получил инсульт, да, маленький, да, потому что его переживаний были значительно больше. Стоило, не стоило, да, вопрос такой. Ну, и вообще люди этого поколения, они более чувствительные, и они более тонко вот такие вещи воспринимают, это очень понятно. У них другое воспитание, и, конечно, очень, ну, понятно, что если ты, если сейчас по радио идет только его голос, то почему он не может быть сам собой, да, почему кто-то другой его представляет, да. А вот когда был юбилей на Первом канале, в Останкино записывали юбилей картины «17 мгновений весны», вот он был приглашен, и в Ютубе есть запись этой программы, он сидел там рядом с Табаковым, еще тогда. но это все были друзья, мы два года жили, я два года жила с отцом в Москве, и это были, мы, это, как бы сказать, это было настолько философски. Период повлиявший на вашу жизнь. и Кончаловский, ну, все были, все были, да, за одним столом, и, конечно, опять-таки. То есть он снимался там и жил, а как бы мы к нему приезжали. А я жила с папой, да, и с маленьким сыном, у меня были плохие глаза, у меня в Институте Федоровой делали операции, и вот пока эти операции, и все такое, я прожила два года в Москве, что, конечно, отразилось на моей жизненной философии и понятии русского духа, да, русской интеллигенции. Почувствовать, ну, конечно, общаться с Кончаловским. Да, 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 но и это не полчаса разговор, да, это ночные разговоры, да, как уже в России. В общем, все влияет, конечно, да? Конечно, на все, все, как бы, формирует твоя личность на то, как ты уже смотришь на мир на сегодняшний день. Ага, а какие фильмы отца на вас больше все повлияли, вот просто, может быть, назовите? Нет, ну, если честно, конечно, там, где он молодой, красивый, да, то есть, ну, очень мне трудно кого-то полюбить, смотря на своего папу, да, то есть, это, конечно, и счастье, и несчастье, да, большое в моей жизни. Это он такой, да? Да, я говорю, то, что ты мне такая черная туча над головой все время, да, у нас как-то был один разговор, потому что, когда, Советский Союз распался и закрылись границы, да, то есть, его даже приглашали, там, и Мосфильм, и Одесская киностудия, и так, но поехать, там, это уже все были визы, и так далее, так что он остался, в принципе, без работы, и он помогал нам воспитывать Янчика, моего сына, и был у нас. И вот он сидит, вот как бы ничего, ну, ничего не делает, так, ну, можно сказать, да, и его приглашает, то туда, то на телевидение, то о нем, то о нем газета, а я все работаю, работаю, с утра до ночи работаю, я говорю, папа, вот ты там летаешь в облаках, а вот я ползаю на четвереньках, да, и он так как грустно ушел домой, на следующий, он каждый утро нам делал, он очень вкусно готовил, он каждый утро приходил, делал кофе и бутерброды для нас, или завтрак, да, и, ну, то есть он пришел, и он говорит, ты знаешь, может быть, ты и ползаешь на четвереньках, но на облаках, да, то есть, вот опять, обратно на философскую тему, да, то есть вот у нас есть вот такая, мне, конечно, когда я была младше, да, вот эти годы, конечно, звезда, я была никто, я была дочка того, или дочка той, это всегда, дочка того, и то есть вот это очень многих детей убивает, потому что очень трудно самовыразиться, ну, нам кажется, на вас это не повлияло так сильно? Нет, она влияла, очень много было внутренних эмоций, внутренней борьбы, чтобы стать самой. Мы сейчас прервемся на небольшой перерыв, а в начале второй части программы спросим у Алены, как она сама снималась в кино. И как она стала кандидатом в президенту. И могла стать актрисой знаменитой, но решила этого не делать почему-то, могла стать президентом, но тоже почему-то передумала, и сделала революционное открытие в медицине. Оставайтесь с нами, скоро продолжим. Мы продолжаем программу «Личное утро» на Радио Болтком, и вот сейчас прозвучала заставочка, кто ходит в гости по утрам, тот поступает мудро знаменитая, да вот сегодня у нас мудро очень поступила Алена Буткевича, это известный врач, доктор наук, дочь знаменитого актера Павла Буткевича, мы должны все-таки это сказать сразу, человек, сделавший революционное открытие в медицине, о котором мы сейчас поговорим, и консультант ООН по проблемам престарелых, да, и по другим вопросам, и Алена у нас была выдвинута кандидатом в президенты Латвии, и вот сейчас мы об этом будем говорить, но сначала закончим, о чем в первой части мы говорили про вашего папу, и остановитесь на том, что вы тоже могли стать актрисой, потому что имея такого папу, трудно не пойти по этой... И имея такую внешность. Да, и такую внешность и талант. Спасибо. Да, вот будем вас хвалить. 15 фильмов, в которых вы снялись, почему вы не пошли по этой дорожке? В принципе, мне подавалось, как сказать, актерство, да, довольно легко, потому что меня не смущает камера, меня не смущает свет, меня не смущает... Если, я помню, я пела одну песенку на радио, и тогда мне сказали, ну что, теперь камера, будешь петь песенку, ну как уже запись есть, только вот открывай рот и вот как-то двигайся. Я начала там танцевать, мне сразу камера стоп, в такое время так не танцует. Ну-ка, положи ручки, да, ряд вот так, ну по бокам, вот, и вот можешь слегка пошатываться. Ну, опять камеру включили, опять музыка, она такая хорошая, мне кажется, что мне надо танцевать, я опять танцую. А камера стоп, пожалуйста. Сколько лет вам было? Ой, ну, наверное, лет 9-10, да, то есть папа стоял за кулисами, он говорит, ну вообще очень красиво танцевала, да, то есть вот меня как-то камера наоборот раскрепощает. То есть мне было легко, и началось как-то с тем, что я ездила с папой, да, в гримерные, там есть всегда эти фотографии, потом эти фотографии, как же раньше же не было интернетов, да, это были такие... Да, все собирали фотографии. Да, все собирали, да, и эти фотографии как-то мои разошлись, и тогда меня пригласили на Одесскую киностудию, «Море нашей надежды», потом в Латвии, Слецкал, Ней Паулсом, да, «Узба Румс» был такой фильм, и так далее, разные фильмы, вот, где мы, и в Гродно, и где мы только не были. То есть в картотеку вы попали. Да, я попала в картотеку, и где-то мне было уже 11, наверное, а может быть 10, не знаю, пригласили меня на роль Мальвины, да, то есть... В знаменитой сказке. Да, да, и как раз у меня как раз еще туда еще были очень большие глаза, и я попадала вот в классику Мальвины. Но в тот момент у меня мама была больна раком уже, ну, то есть в семье были большие неразлады, я жила у бабушки в Киеве, то есть все это было, ну, как-то, ну, не очень я была счастлива, да, в сердце, да, я не была счастливый ребенок на тот момент, вот, и тогда надо было там рост такой, да, размер такой, потому что Братин был очень маленький, да, ну, как-то, наверное, его из маленького древца сделали, то есть он был на полговоре ниже меня, и я... Не понравился. Да, и я как-то встала рядом с ним, ну, что это мне такое, да, и говорю, вот не буду я Мальвины. Хотя вот эта девочка, которая сыграла по типажу, вот если даже вот сейчас на вас голубой парик одеть, то вы просто очень похожи. вот они меня, в принципе, взяли на роль Мальвины, и я вот, и вот папа стоял на коленях у меня, мол, аля, вот, и, наверное, вот это семейное вот разладие, и все это вот, да, плюс... Характер проявили, в общем-то. Да, и это вот, наверное, первый раз, когда я вот так вот стала, вот, вот, встала на свои ноги и сказала, что вот, нет, не буду. Жалей? Да. Да. Почему я не Мальвина? Ну, может быть, в жизни Мальвина. Может, не в кино. В жизни Мальвина, да. Ну, ничего не бывает, наверное, случайного. Да, да, да. Так что, ну, на тот момент мне казалось, что я делаю правильно, значит, так и то, что вот так. Алена, вот, давайте про сегодняшнее время перейдем к этому. Вот вы сейчас в Америке очень много, вы живете и много времени проводите в лабораториях, да? О, да. Расскажите, что это за такое великое открытие вы сделали, которое сейчас вот подходит к концу? Ну, да. Самое большое... Есть... У меня получилось открыть много факторов одновременно, да. Одна из самых больших факторов, одна из линий, которые вот я веду, это мы знаем, что век антибиотиков подходит как бы к концу, к тому, что есть бактерии, которые очень трудно или не лечатся антибиотиками, да, так как Мерса, псейдомоноса, аэрогенозы и всякие другие. И если они попадают в кань, это, в принципе, очень большое удаление... Ампутации происходят. До ампутации, да, до смертных исходов. И я открыла материал, который лечит эти бактерии, убивает эти бактерии без антибиотиков. То есть вы его создали, этот материал, да? Да. Генерировали. Ну вот, и сейчас я должна пройти все этапы, чтобы это можно было уже, я называю своих подружек, белых мышей моими белыми королевами, потому что они мне по их выносят хорошие результаты. И вот это одна часть. Второе, материал очень помогает снимать воспалительные процессы, то есть воспалительные процессы в суставах, воспалительные процессы при инфекции, воспалительные, да, то есть мы можем снять боль и отеки. То есть это вторая линия. По третьей линии, что мне тоже удалось параллельно открыть, да, говоря, сидя на много стульев, это то, что мы можем лечить астеопороз на месте, да, то есть мы можем сделать кость твердее и возобновить на вращение кости, то есть до определенного уровня, да, то есть не можем мы отрастить ногу или что-либо такое. А зуб никогда мы не сможем отрастить? Нет, к сожалению, зуб мы никогда не сможем отрастить, потому что зуб развивался, мы развиваемся от трех лепестков. Один лепесток – это кожа, да, второй лепесток – это кишечный тракт, и третий лепесток – это все внутренние органы, да, и зуб свернут, он как бы, как тюльпан, да, он свернут из трех лепестков. То есть зуб очень трудно вырастить, да. Как мы можем сейчас очень легко уже печень, почки, да, размножать и все такое. Мы не можем зуб, да. Так что… Ну, в общем, то, что… Ну, если мы, понимаете, если вы подумаете о престарелом, о том, что мы говорим, люди, у которых есть парадонтоз, у которого есть сношение бедра, да, колени и все такое, если мы можем укрепить эти части, да, при переломах… Это огромная проблема, конечно. Если мне удастся отрешить эту проблему, разрешить и добиться, что мы сможем принести это… То есть вам патент надо сейчас получить? Ну, нет, тут речь не столько о патенте. Патент не так… Это насколько его вывести, потому что большая фарма, конечно, никогда не хочет отдавать свое место, да. Тут мы уже разговариваем о том финансах, да, какие найти финансы или какой… Потому что одно дело – это открыть. Второе дело – это вынести это в мир. Продвинуть. Продвинуть мир, да, потому что не так это легко. Мне значительно… Мой ум значительно легче работает с наукой, да, так как я… Чем с бизнесом и маркетингом, да? Нет, это… В Латвии это было бы значительно легче. А большой мир – это совершенно… Это другие акулы с другими зубами, да, и надо с кем связать, вот связь, да, с кем зайти в пару или продать, да. Допустим, Джонсон и Джонсон заинтересованы, да, но опять-таки очень много… К сожалению, к Латвии надо сказать так, что… Когда я говорю, что вот мы данные сделали в Латвии, это то же самое, что данные в Никарагве, да. То есть в Америке они на это смотрят, ну ладно, так жите здесь. То есть совершенно… Это уже чисто такой бизнес, и это занимает очень много времени, потому как здесь, если в Латвии мы все знакомы, да, и мы можем пойти к тому, к тому, к тому, то в Америке это не такой легкий путь открыть двери и не пройти в правильные двери, потому что дверей очень много, да. Ну, зато представляете, какое количество людей может избавить от боли, вообще от страданий. Ну, понимаете, если ты можешь снять боли в суставах, человек может идти, если мы можем улучшить… Потрясающе. О чём мы говорим, да, если мы, если престолелые люди, которые падают и ломают кости, допустим, да, и нам нечего сложить их импланты, потому что кости очень-очень… Шейку бедра, да, шейку бедра, да. Старенькие люди ломают, это всё. И мы не можем их сложить с имплантами, закрыть, потому что ты закручиваешь имплант, и он вылетает, потому что у костей нет. Если мы можем эту же часть сразу же за три недели увеличить состав, нет, не только состав, но твёрдость кости за три недели, да. Тогда человека можно поставить на ноги. Намного раньше, и он не должен атрофироваться, так что, ну, что сказать. Ален, а вот такой вопрос. Давайте про вашу вторую такую ипостась, да. Ну, давайте про президентство, то у нас закончится время. Нас очень потрясло это. Вот вы выдвинулись. Вот как это всё происходило? Ну, не я выдвинулась, а меня выдвинули. Не было так, что я просто вот взяла, написала письмо, и, пожалуйста, я хочу… Не было, да. То есть есть люди, которые знают меня, которые знают мои данные по работе и по тому, по моим, наверное, качествам, по опыту, по общественной деятельности. Ну, и потому, что я, в принципе, всегда в жизни, если мы поставили цель, то я всегда её добивалась, да. То есть, наверное, это был один из тех факторов, почему меня выдвинули. Конечно, языки, опыт жизни в мировом пространстве, да. То есть, конечно, это очень важно для президентства. А как вы восприняли, когда вот вам сказали, Аллена, не хотите ли вы? Вы знаете, я восприняла, как… Мне даже показалось, как реальность. То есть, очередная ступенечка. Да. Я восприняла, что это был бы очень-очень хороший проект, чтобы сделать, чтобы выдвинуть Латвию на мировой уровень. Да, мы всё время здесь, ну, как бы между… Ну, мне… Я Латвию вижу, я за ней слежу из мира. Да, я на неё смотрю с окон, ну, как сказать, через окно ООН. Да, как они смотрят на… Проблемы престарелых. На проблему престарелых в Японии, или проблему престарелых в Германии, или проблему престарелых в Латвии, да. То есть, есть разница. Есть разница. И есть вопросы, которые, по-моему, решат значительно легче, чем мы, ну, делаем из некоторых вопросов… Проблемы. Проблемы, которые не нужны, а проблемы, которые надо абсолютно решать, мы не решаем. Я так считаю. А вот как Вы считаете, из Вашей какой-то там программы, вот внутренних убеждений, для человека, который вообще какой-то пост занимает государственный, не президентский, а вообще, да, что самое главное? Я считаю, что очень… Что самое главное, и вообще я бы на этом абсолютно постояла. Допустим, возьмём, например, министров, да. Я не думаю, что можно ставить просто министра, и вот пускай он там плывёт, да. Я считаю, что если идёт министр, да, если он считает, что он заслушивает этот пост, то этот министр должен сказать народу, что он будет делать в то время, когда он министр. Должен ли быть министр специалистом в той области, которую он возглавляет? Абсолютно. Абсолютно. Это может быть просто ставление к партии? Никак. Никак, да. Я буду говорить о себе, я – это медицина, да. Для данного случая я скажу одно. Если человек поставлен за медицину, то ему, когда он идёт на пост министра, он должен знать, что он хочет добиться, и за какое время он это добьётся. И он должен сказать это до того момента, как он становится в пост министр. И он должен отчитываться народу, что же это сделано за это время. Обязательно. И если народ чувствует, что есть, да, этот человек сделал, может быть, не на 100%, может быть, на 80%, может, на 70%, но он сделал эту работу, и у нас прогресс есть в медицине. У нас люди себя чувствуют более защищённые медицинские, у нас чувствуют люди, что за ними ухаживают, да. И мы также можем говорить и про сельское хозяйство, и мы о образовании, да, образование – большое дело. И очень много что. И я считаю, что каждый министр должен сказать своё время на телевидении, и он должен отговорить с народом. Ну вот смотрите, президент в Латвии, от него же, в общем-то, мало зависит то, о чём вы говорите. И да, и нет. Потому что президент, ну, как сказать, Латвию, президент Латвии – лицо Латвии, да, то есть президент – это лицо, да, это как мы преподносим Латвию миру. И что мир нам говорит? Президент – это связывающая часть. Конечно, есть премьер, который, как бы сказать, руководит всем, но президент, если он в ООН или он в другие, он должен быть настолько стойким, чтобы представить нашу любимую Латвию так, как она должна быть предоставлена. И добиться того, чего нужно. И добиться того, чтобы… Обстаивать её интересы. Безусловно, безусловно. Но дело всё в том, что для того, чтобы Латвию… Мы должны понять, да, что Латвия никогда не будет размером Китая, или, да, мы маленькая страна, но у большой страны есть свои плюсы и минусы, у маленькой страны есть свои плюсы и минусы. И мы должны стоять, как… Швейцария тоже маленькая страна, Дания маленькая страна, Наргегия маленькая страна, все они маленькие страны, мы тоже маленькая страна, ну и что, да? То есть, ну мы в душе можем быть велики. И у нас есть громадный потенциал, не ресурсов, но у нас есть громадный потенциал по тому, где мы находимся, транзитные массы… У нас есть масса разных вариантов, как подняться хотя бы до того уровня, как мы были до Второй мировой войны. Алена, а почему вы ушли из этой линии? Я ушла, потому что я должна закончить свой медицинский… Все-таки вы так решили? Я посидела у себя в саду, да, посмотрела на свою цветущую яблонь, и я думаю так, я столько лет посвятила этому изобретению, да, и сколько людей я могу освободить от боли, от мутации, от, да, человек с ампутированными ногами, да, у него продолжительность… У него жизнь меняется, и продолжительность жизни сокращается значительно. И люди очень страдают от того, что антибиотики больше не работают, и если мы можем это приносить в мир, да, то это очень большое дело. И, ну, как сказать, есть на Ланкви и президенты, кандидаты, ну, да, то есть я считала, что это без меня страна не умрёт на данный момент, да. А открытие надо завершить, этот процесс. Я считаю всегда, что если раз ты что-то начал, то ты должен закончить, да, то есть нечего начинать и бросать вещи, да, то есть надо довести до конца, и довести до конца красиво, достойно, да. Вот это, наверное, у меня не актёрская черта. Ну, в общем, всё ещё впереди, мы хотим сказать. У нас осталось буквально несколько минут до окончания программы, всё-таки вот несколько слов про ООН, скажите, что вы там делаете? ООН – прекрасное дело, да, ООН прекрасное, хотя, ну, как бы, очень много что на словах, потому что это, ну… Вы консультант. Я консультант, да, потому что, ну, больше у меня времени ни на что нет, я не могу полной работы, хотя это, конечно, очень престижно сказать, что я работаю в ООН, нет, я консультирую в ООН, я раз в неделю, раз в две недели на ООН, я не могу себе это больше позволить, но, да, я очень смотрю, как развивают план для создания жизни для престарелых, потому что люди становятся всё старше, старше, старше и старше, и престареление уже считается с 55 лет, да, то есть через два года я буду там же, и люди 70, 80, 90 лет они живут, и как это создать эту инфраструктуру, и я надеюсь, что в один прекрасный день мы сможем такой же создать и в Латвии, да, то есть это больше процесс, конечно, я со своей медицинской точки зрения и структурной, я могу в этом участвовать и помогать, и, конечно, это мне ООН даёт, как бы сказать, возможность встретиться с людьми мира, да, то есть я вижу мир. Вот глазами ООН, да. Ален, вот всё, вот заканчивается наша программа, давайте в заключение спросим вас о том, что вот какие главные ценности, что вы цените в людях и в жизни больше всего, что для вас очень важно? Ну, самое главное, чтобы человек умел держать своё слово. Я считаю, что это очень важно, да. Я считаю, что человек должен ещё до сих пор, да, сдерживать своё слово при рукопожатии, да. Я считаю, что, конечно, даст имбаушли, да, они должны быть исполнены, да, то есть не воровать, не воровать заповедей, да. Я считаю, что человек должен жить по своему сердцу, да, а не про... То есть сердце должно вести самое главное? Да, да, потому что если ты делаешь что-то, то, что ты не любишь, у тебя ничего не получится, да, то есть ты должен жить в согласии со своим сердцем. Во-первых, это самому хорошо, да, это очень здорово для здоровья полностью, для самого человека, а во-вторых, человек, который делает то, что ему на сердце, то, что ему сердце подсказывает, он всегда будет делать самое лучшее, да. Всё остальное это будет лучшее. Короче с собой. Да, он будет приходить на работу с счастьем, потому что он делает то, что ему нравится, да. Вы улыбаетесь, вы на эфире, вам нравится, да. Да, то есть я вижу, с вами приятно разговаривать, потому что вы делаете своё дело. Когда приходишь с кем-то, кому это не нравится, а, да, то есть, ну вот, да, зря мы разговор ведём, да, да, то есть так. Я считаю, что люди должны всё-таки просто открыть глаза и увидишь, насколько мир красивый. Да, это уже такая вещь. Но самое главное быть честным к себе и честным к другим. Вот такое у нас на Болткоме сегодня личное утро. Очень прекрасное личное утро. И желаем вам прекрасного личного дня. Спасибо, Алене. Спасибо всем. И счастья, счастья, счастья на Рождество, на праздники и главное, новый красиный год. Он весь белый, пушистый. Спасибо.